Добрый день, мои случайные гости. Сегодня я бы с вами хотел поговорить о поганых сталинских репрессиях. По большому счету это альтернативная история. Конечно, история не имеет слагательного наклонения, но тем не менее. К тем, кто заступается за Сталина, за его поганые репрессии, по вашему удивляет. К чему привела сталинская политика? Она привела, первое, к созданию государства Израиль, к созданию ООН. Это организация, которая устроила по своей сути первый заговор, международный заговор, уже, скажем так, не скрываясь. Первый заговор. Второе, вы обратите внимание, Вторая мировая война, ее парадоксы. Японские суда, военно-морской флот Японии, не нападал на конвой СССР. Вот вспомните фильм «Конвой ПК-17», где немцы-типлицы вывели. И когда адмирал Шер прорвался, к Диксону прорвался, вот август 1942 года, значит, японский военно-морской флот не нападал на советские суда, потому что Япония и СССР не воюют официально, а американцы, они нападали на немецкие суда. Потому что США не воюют с Германией. И, соответственно, давайте подумаем, почему это случилось? Это случилось, потому что, значит, кому-то война была выгодна, чтобы она затянулась. Это ни для кого не секрет. Рокфельды, Ротшильды, Рокфеллеры и прочее, это, как бы сказать, Шушера, Сионистская. Значит, к чему эти, скажем так, прилипоганые репрессии? Это, опять же, защита Марка Солонина, защита Виктора Суворова. Марк Солонин, пожалуйста, из ВКонтакте, можете по запросу сделать. Такой сидит уже, в годах уже такой мужичок сидит, в Ютубе он есть, великолепные вещи рассказывает. Можешь кому-то и открою даже Америку, не спорю. Ну, в общем-то, я далеко не об этом, не Америку открывать собираюсь, людям просвещенным. Может быть, кому-то это действительно поможет. Значит, вот, значит, как писал Виктор Суворов, жизнь при НЭП в Советском Союзе была сносная. То есть, ну, я еще в 90-е годы об этом слышал, Сталину надо было продолжать по политику НЭП. Вот. Соответственно, с дальнейшей, так называемой, либерализацией, обвитие полной амнистии белогвардейцам. Вот. Надо было понять причины провала всех этих вещей. Надо было попытаться сделать новый союзный договор с Эстонией и с Финляндией. Вот. Пускай бы они там, что хотели, то и думали, что это уже не суть важная. Надо было попробовать Китай под себя подмять. Потому что ведь Китай в 1931 году подвергся агрессии Японии. Вот. Соответственно, Корея, Китай, Вьетнам. Вот. Соответственно, да. То есть, уже надо было тогда об этом думать. Значит, соответственно, нужно было делать какие-то зоны отчуждения. То есть, чисто военизированные зоны. Как, как, пора сказать, милитаризованные. Где-то минные поля, сильные доты, дзоты, воинские части. Вот. Да. Соответственно, вот. Развивать нужно было. Да. Я с этим не спорю. То, что еще Гитлер в 1923 году издал книгу «Моя борьба». И в то же время Чимберлин тоже ведь на самом деле приложил немалую руку к развитию нацизма в Германии. То есть, не тоже Чимберлин, а вообще вся эта вот английская, как бы сказать, знать. А Черчилль, он просто, Уймсон Черчилль, он просто оказался в нужное время, в нужном месте, не более того. Вот. Да, Черчиллю нужно отдать очень должное. Допустим, в 1942 году попытался открыть второй фронт в Европе, который провалился. Без поддержки США это бы никак не получилось. Черчилль объявил Германию войну, и Черчилль от этого не отходил. Благодаря именно, что Черчиллю СССР не смог вызывать Финляндию. Здесь нужно отдать должное Черчиллю, как человеку волевому. Так вот, значит, я уже как-то говорю, что Советский Союз развивал очень сильно военные технологии. Благодаря Тукачевскому и Королеву Сергею Павловичу стали развиваться ракетные технологии. Ну, скажется, креативная артиллерия. К сожалению, даже на этом дело заслопорилось. То есть, Катюша и Андрюша, да? Наши легендарные советские минометы из нашей истории. И, значит, Вернур фон Браун же что применил в качестве стартового двигателя? Оно по сей день применяется. Перекись водорода, которая в специальной камере излагается, кислот выделяется и вращается все необходимые эти приводы. После Второй мировой войны Германия, это двигатель до ума, до того, чтобы была построена подводная лодка на перекиси водорода. СССР, в принципе, ну, давайте вспомним царскую Россию, да? Ну, скажется, в минус Николая Второго может сдать его большую доброту. Его большая доброта все-таки привела к развязыванию русско-японской войны. И насчет Первой мировой войны, скажу так, это оппозиция, включая в том числе и большевиков, воткнули ему в спину нож, по большому счету. Вот. Большевики тоже постарались. В февральской революции, как ни крути, да? Потом, естественно, они и власть захватили. Как ни крути, большевики сунули нож царскому правительству, в том числе и большевики. Ну, а дальше, конечно, они временно просто зарезали, скажем так. Вот, убрали. Значит, Советский Союз мог, по идее, развивать технологии, а технологии еще доставить с царских времен. Вспомним, что такое реакция Горбачева. Сейчас некоторые послушаются, ха-ха-ха, брага ставится. Да нет, ребята, это не брага ставится. Нет. Реакция Горбачева. Русский химик Горбачев во время русско-японской войны, скажем так, химик-технолог, поставил на производство алюминий в гранулах и едкий натор в гранулах, который поставлялся на Дальний Восток, для того, чтобы при добавке воды выделяется водород. То есть, да, если едкий натор разбавить водой, тогда кинуть алюминий, выделяется водород. И этим водородом наполняли боевые дирижабли. Ну, другой разговор, сколько там было. Кстати, тоже все шито-крыто тайной большой. Буду очень признать, кто мне эту информацию более подробно скажет. Значит, да, наполнялись дирижабли, и дирижабли пролетали, и как разрезчики использовались. А чтобы это сделать, нужно, извините меня, много электроэнергии. Соответственно, в Советской России электрификация шла, скажем так, довольно-таки ускоренным темпом. Ну, кто мне сейчас скажет, там в стиле керосин применялся, это мельницы были ветряные. Значит, их это устраивало. В большом счете, если так разбираться. Вы вспомните Булгакова. Белая гвардия в морге уже даже лифт работал в Киеве. Это во время войны. Значит, у запаса угля элита станция была. Более того, при царе уже трамвай пропускали элитический. Так что, рано или поздно, сила бы тоже электрифицировали бы. Потом еще что против скажут. Ну и, значит, я там просто говорю к тому, что если бы в СССР не было поганых репрессий, то, возможно, Советский Союз бы подошел к тому, что у него были подводные лодки либо на перекиси водорода, а, возможно, даже и более продвинутый вариант. Ну, я, конечно, в этом сомневаюсь-то больше. И из области разработок было бы. Потому что все-таки нужен или паладель, или платина. Вот именно то, о чем Михаил Прохоров, который бывший гендиректор наискового никеля, говорил, что нужно делать электрогенераторы. Где, с одной стороны, высыпают водород, а по другую – воздух. Точнее, кислород, содержащийся в воздухе, они сгорают на паладе, и выделяется эта энергия. Здесь нужно понять, что Прохоров уже продвинутый, на самом деле. Так вот, либо СССР бы к этому подошел, ну, это, скажем так, больше из области фантастики, либо он подошел бы к тем двигателям, к немецким двигателям, да, на перекиси водорода. Какую бы это дало перспективу? Ну, то, что ядерный реактор был, кстати, маловероятен, для подводных лодок он там должен был еще дорабатываться. Маловероятно, конечно, но, может быть, даже в этом этом не появилась бы, справедливости ради. Вот. Ведь недаром же Игорь Васильевич Кульчатов еще до начала войны с Германии просил 37 тонн серебра для того, чтобы ему начать производство обогащению урана. Американцы, допустим, 41 тонну выделили в свое время для этой цели. Вот. И Кульчатов, кстати, догадался. Ну, это может и Виктор Суворов в Телеграм сделать запрос, он там эти вещи дольки дольки хорошо пишет на самом деле очень хорошо пишет здесь у мужику грамоты сворота ну и значит и вот могу и вот если бы сср бы имел какую-то определенную стратегическую подводную лодку с контакт дальнего действия на перекиси водорода а перечиси водорода в принципе можно производить хоть в океане углядов в сср хватало да то есть какой-то такая угольная баржня это остров как я не знаю заняться статистически нейтрально сюда это вопрос уже 10 вот в атлантике советский союз мог бы топить топить немецкие суда вот немецкие суда поставляющие хлопок горючий смазочные материалы из аргентины и бразилии а это немаловажно я уже давно поставил своего вопроса ну плане горючий смазочных материалов и топлива там еще было бы понятно что германцы освоили как-никак еще после после первой мировой войны и реакция циглера они свой синтол то есть синтетическое топливо синтетическое моторно-топлива которые получили из угля я рад за честно я очень рад за германию что она здесь стала первопроходцем и занимали лидерщие позиции эти в данный момент специалистов в юар поэтому вот отрасли больше всего в мире юар это одна из многих стран где вот производство моторно-топлива из угля поставлена на новый по сей день вот так вот это конечно датируемая сразу говорю но если до горючий подорожала то во всяком случае экстремная служба ездит на 1 моторно-топливе а если горючий подешевел а то есть не подешевела то они делают присадки топливом и маслом поэтому предприятие скажется мало самоокупаемое на самом деле просто переходный перевод там два-три месяца там зависимости от стоимости цен на нефть потому юар здесь нужно дать должное как ни крути получил свой гонорар и уехал я уехал жить в юар как я одно время шутил так ладно шутки ради и значит да значит соответственно бсср бы мог это делать более того из аргентины и из южной америки аргентина и бразилии и бразилия под контролем сша само собой не без этого поступали конечно же и какие-то минеральные компоненты включая под до никеля вот в никель одно время даже на подводных лодках возили в германию не сам никель а правильно сказать медно-никель монеты вот даже возили а известно ли вам еще такой факт что белье бронза а сша на тот момент были лидерами по по ее производству зашла в германию по видам по видам часовой бронзы для швейцарских часов это пружиночки это пружиночки которые имеют свойство то что они имеют очень хорошие пружинные свойства то есть не устает долгое время долгое время уже не устает и не даром швейцарские часы вот механически они делаются обязательно берили вы бронзе то что это имейте в виду